Привет, народ! Сегодня в рубрику «Играем в рендом» мне попалась игра под названием «Академ магия», вышедшая несколько лет назад на ПК-платформе. Что это за игра и что она из себя представляет? Но, как можно догадаться по её названию, это игра про Академию магию, в которую мы поступаем, будучи её учеником. Все мы мечтали, возможно, стать Гарри Поттером. Ну, ну уж не все, конечно, но некоторые из нас точно, фанатеи от Гарри Поттера, точно хотели бы когда-нибудь оказаться в такой Академии. Эта игра дарует нам такую возможность, но, наверное, не в самом захватывающем виде, который дарует нам, готов воплотить самые наши смелые мечты. Для этого всё же есть действительно игры по фильмам Гарри Поттера, они по-своему хороши, многие из них действительно заслужили признание игроков. Ну, а вот эта игра, она совсем из другой вселенной и выполнена в стиле, скорее, текстового приключения, текстового adventure. Ну, на этот жанр он такой специфический, не особо популярный и, честно говоря, мне не особо интересен, но что выпало, то выпало. Поэтому давайте сегодня посмотрим немножко на это творение, никому практически неизвестное, оно такое бюджетное, даже в Steam не вышло, но ознакомиться с ним всё же мы можем. Поэтому давайте, собственно, приступим к нему и посмотрим, что оно может нам предложить. Вдобавок, в игре нет русского языка, а так как это текстовая адвенчура, он бы нам очень здесь не помешал. Впрочем, мы будем стараться справиться своими силами, поэтому будем немножко, собственно, мучиться. Но ничего, попробуем, попробуем всё равно, узнаем, как далеко мы сможем продвинуться в этой академии. И примут ли нас вообще, может быть, и не примут-то вообще. Так, ну что, нам говорят, что мы юный маг и действительно мы почувствовали себе магические силы. Хагрид однажды пришёл к нам в дом и говорит, эй, давай-ка, дружок, иди-ка ты в Академию магии. И мы такие, окей, пошли. Что, что нам предлагают? Нам говорят, начать новую игру, да, давай, начнём, начнём новую игру, ну аж, и, соответственно, наше обучение. Так, никакой мод мы не устанавливаем, всё, без модов, мы тут действительно хотим чистое обучение, без каких-либо дополнительных проблем. Насколько я знаю, это не просто текстовая адвенчура, то есть и не визуальная новелла уж точно, а именно адвенчура с элементами РПГ, где мы обучаясь, прокачиваемся, улучшаем характеристики, проходим обучение и так далее, то есть всё серьёзно. Ну, будем стараться немножко перевести, что тут всё же нам повествует Имперская Академия магии. Первый и лучший университет во всей Элюмии. Элюмия, это, видимо, наш мир, в котором мы находимся. Менее чем сотня учеников принимаются каждый год. Кстати, в игре играет классическая музыка, я посмотрел, меню её можно отключить, и, наверное, стоило бы это сделать, потому что авторские права могут на меня налететь, но уж ладно, рискнём немножко. Мне кажется, игра лицензировала её просто где-то музыку на каком-то из сайтов, учитывая этот бюджет. Ладно. В общем, каждый год они принимают около сотни новых абитуриентов, и из них потом в будущем делаются самые гениальные, самые лучшие молодые люди, которые знают мир, самые лучшие маги. И каждое лето, когда письма рассылаются, дети пересекают дороги в надежде... А, выходят на дороги в надежде, что вот сейчас им пришло письмо, и что они приняты в эту академию, и что они смогут попасть сюда, чтобы обучаться магии. В 1657 году почтовый человек... Почтальон... Почтальон поместил письмо в какой-то почтовый ящик. И вручил его прямо в наши руки. И написано было, что письмо отправлено из академагии Виапорта имперского города Миньета. Но кому оно было адресовано, это письмо? И сейчас нам нужно, собственно, определить нас, как персонажа. Давайте как-то всё же определим, кому это письмо. Ну, как нас будут звать? Я хочу что-то такое магическое придумать, чтобы имя моё звучало действительно как достойного жителя этого мира. И я, наверное, назовусь... Лев. Лайон. Не знаю, я почему-то решил какое-то животное название. Не знаю, откуда оно ко мне пришло. Не, в мангуса звучит странная фамилия. Давайте так как-то всё-таки... Вот. Вот. Всё. Отличное... Отличное магическое название у нас какое-то есть. Лайон Манокристалл. Вот такая вот у нас немножко такая аристократическая фамилия, аристократическое произношение нашего имени. Будет... Все к нам будут обращаться, сразу понимать, с кем они, собственно, связались. Пойдёт. Лайон Манокристалл. И Олев Манокристалл. Можно по-другому расшифровать. Ну и вот, действительно, RPG-элементы вырываются в нашу жизнь. Дни прошли... Как только я отпраздновал... Очень быстро прошли дни. Как только я отпраздновал, новости каждое утро приносили... Эээ... Каждое утро приближало меня к тому дню, когда я наконец-то смогу отправиться к воротам Академии. И вступить в неё. Ты всё чаще впечатлялся. Каково это быть... Ну, задавался вопросом, каково же это быть студентом столь известного места? И что там вообще тебя может ждать? Какие... А что внутри меня? Что внутри? Какие у меня натуральные силы есть? Например, фитнес. Какой у меня фитнес? Хороший ли он фитнес? Ну, как я не знаю. У меня такой фитнес. Можно увеличить характеристики. А у нас их немало. То есть, немного на самом деле. Особо тут не разгуляешься. Всего пять. Фитнес. Ну, давай скажем, что у нас... Эээ... Фитнес... Ну, на два. На два пойдёт. Нужно аккуратно. Очарование есть. Чарм, я думаю, очарование. Файнес. Это, наверное... Что это? Поведение? Скорее всего, такое поведение что-то. Эээ... Возможно. Я могу ошибаться. Лак, удача, стрэндж, сила, интеллигенс, собственно, ум. Ум, я думаю, важен. И инсайт. Инсайт это... Эээ... Наверное, прозорливость. Что-то такое вот. Ну, чшшш... Фитнес, наверное, кстати, мне кажется, он не так важен. Оставим его на позиции один. В квиддич мы вряд ли тут будем играть. Удачу поднимем. Удача всегда немножко нужна. Как мне кажется. Можно её опустить? Нет, опустить уже ниже одного нельзя. Со всеми удачникам стать нельзя, к сожалению. А вот ещё и сила. Фитнес есть и сила. Давайте фитнес-то поднимем, всё же, а силу оставим. Ну, давай интеллигенс поднимем до двух. Ух. Прозорливость тоже поднимем. Ещё у нас два очка есть. Фитнес поднимем. Чарм, наверное, оставим здесь. И поднимем ещё немножко прозорливость. Не знаю. Прозорливость, мне кажется, то, что мне понадобится. Окей, давайте дальше. Так. Откуда я? Студенты из Академии все из Илюмия. Но иногда даже за её пределами. Звучи... Всё время звуки многих языков можно услышать в холлах Академии. И библиотеки полны книг, написанных из каждого уголка этого мира. Откуда я? У нас... Откуда я прибыл, что ли? Ну, тут астрологические какие-то... А, астрология, херитейдж. Ух ты ж, ё-моё. Амен. Из какой... Из какого я области-то? Я это уже не знаю. Тут все как-то... Звучит по-разному. Тут какая-то Игра Престолов у нас начинается. Есть тут остров Железных островов? Железные острова есть тут, нет? Хотел бы быть оттуда. Нет. Тут такого нету, по-моему. Ну, давай, я не знаю. Вот. Айс, ну, мне нравится остров. Что это такое? А, ну вот, сил увеличится на один. Если я буду с островов. А давайте вот с Мерелина. Мне нравится, как название звучит просто. Ну, я фэшн получу. Зачем мне фэшн? Я тут собираюсь на показах мод участвовать, что ли? Угу. Угу. Ренаглиан. Ну, давайте по названию все же как-то попробуем разобраться. Шторм. Флайт оф Бёрдс. Тразан. Аунчиш. Что это такое, Аунчиш? Так, я тогда получу плюс два администрации. Это, видимо, уже какие-то внутренние навыки к соревновательности. А если... Эклипс. Тут прям вообще выборов-то дофига. Ну. Обсервейшн. Наблюдение. Предчувствие. И... Ризон. Ну, Ризон. Что это может быть? Осмысленная логика или что это такое? Ну, на два увеличивается. Окей. Ну, то есть я под луной лучше как-то себя, наверное, чувствую, да? Если я буду вот такого рода. Давайте попробуем. Оставим. Это что, собственно, не так уж будем сейчас зацикливаться на этом? Каждый великий маг начинает со своей семьи. Ну, что, как каждый человек. Отцы и матери, братья и сестры. Так же, как и друзья. И расширенная семья. То есть вся семья могут оказать влияние на человека. Какова моя семейная жизнь была? Черная овца. Можно сказать, что я был черной овцой. Спортивная. Я могу выбрать, соответственно, и семью, и историю дайте. Да-да-да-да-да. Верно. Хорошо. Надо что-то выбрать, действительно. То есть мы выбираем каждое из этих объектов. Это я там не понял в предыдущем пункте. На предыдущем экране. Но избранный ребенок, наверное, нет. Семья волшебников могла бы подойти, в принципе. Ну, какие-то мне тут варианты не нравятся. Что значит спортивная, интересно. Моя семья любит спорт и соревнования во всех его видах. Моя семья одна из многих семей волшебников. И как результат, я с раннего возраста получил, собственно, возможность изучать магические навыки, да? А вот это что? Очень любим своей семьей. Некоторые бы сказали, что испорчен даже любовью семьи. Я был испытан. Мне было даровано все, что я желал. Не в зависимости от того, как я себя вел. Наверное, это не очень хорошо. Нет. Нет, так не надо. А вот это что? Ну, семья старалась, чтобы я вырос хорошим человеком. Наверное, это вот этот оптимальный вариант. Ну, это самый оптимальный из всех. Во всех остальных кажется, что есть минус. История. История семьи, да? То есть, чем они занимались, похоже. Моя семья жила в твоем доме веками. И глубоко уважается, уважаемо каждым членом сообщества. В моем детстве ты изучил, как, собственно, представлять хорошее имя нашей семьи. И как результат, в честь этого, тебя приняли в Академии Магио. Более локальную, наверное, семью мы выберем. Соответственно, остановимся на этом варианте. А можно вообще дофига вариантов оставить. То есть, действительно, можно прям все почти, наверное, использовать примечания. То есть, это интересный выбор. Ты не выбираешь только один из нескольких, а можешь сразу несколько выбрать. Соответственно, сколько ты хочешь опций поставить, столько и ставь. В ранние годы детства у тебя было много приключений. И что ты, собственно, делал в это время? Готовил. Действительно, готовил, что ли? Не, ну это не будем ставить. Фигурки. Делал фигурки, что ли? Математическая... Математика рано пришла ко мне, да? Математические знания я старался использовать в своем детстве. Наверное, нет. Охотился тоже нет. А вот это что? А, ну я быстро обучался. Научился ходить, читать. Все это время проводил за чтениями книг. Ну давайте, вот так скажем, мы такими были. С самого детства мы старались быть всезнайкой. Ну, и еще что-нибудь выберем, наверное. Курьесити, это любопытство или что это? Как только ты рос, тебе росло любопытство обо всем мире, тебе было интересно все это знать. Это, кстати, про меня. Я, знаете, сколько энциклопедий читал. Мне все это было действительно интересно. Так что это оставим. Ну и вот так вот пройдем дальше. У нас, по-моему, остался один экран всего лишь. Часто. Детское обучение может быть ничем больше, чем... Что за обучение мы, собственно, получали? Где мы ранее обучались? Что мы изучали? Ну, что именно изучали? Давайте расскажем историю, например. Историю Люми мы изучали. Было бы интересно ее поизучать. А, здесь мы только одно можем выбрать. Хорошо, это интересно. Или, видимо, у нас опции просто закончились, и бесконечное количество их действительно нельзя сделать. Мы что-то старались все изучать. Исследовать. Исследование. Это интересно. Вот, все. Оставляем это и двигаемся дальше. Здесь уже мы ничего выбрать не можем. Ну и ладно. Останемся без этого. Ну и ничего. Ну и ничего. Ничего не нужно. Так, вот, теперь уже что-то новенькое. Первые дни в кампусе проводятся поиски того, чем ты будешь, на какой специальности учиться. Ну, все логично. Ты можешь, ты должен выбрать свой колледж. И свои классы, в которых ты желаешь, собственно, получать информацию. Какой мой колледж будет? Ох, тут есть много колледжов. Все их нужно изучить. Так, колледж Вернина назван в честь короля Вернина, который имеет много контроля. И госздоровье было в том, что будет что-то там, что-то там. Но этот колледж, короче, в целом, если быть более кратким, известен за искусство, меркантилизм и что-то по поводу ресурсов. Не знаю, мне как-то не понравилась завязочка. А вот это Авила, один из самых первых, видимо, самых чай, который более всего чтит традиции Академагии. И назван в честь королевы Авилы, которая была королевой Харицанских островов. Известна за часть своего начала. Значало... Ох, это какая-то Кохолисия. Что-то она с драконами там взаимодействовала. Когда она впервые получила корону, она отказалась служить Вирмам. Начала войну какую-то. И, в общем, типичная Кохолисия. Ну, колледж известен за удачу. Ну, понятно. Ну, давайте что-нибудь другое посмотрим. Година. Година колледж был одним из последних колледжей, которые вошли в Академию. Это... Он назван в честь... Он назван в честь короля Годины, который стал известен за глубину его сокровищ, что ли. Выносливость его воинов. И... Боевой радиус. Сегодня этот колледж известен за сильные... Навыки в создании... В креативити, да. И что-то там возможности разрушительной магии похоже. Но мне пока, не знаю, я не нашел свой... Колледж. Я бы хотел в Гриффиндор поступить. Но Гриффиндор здесь нет. Ну, а что? Так, вот это что? Хейди. Хейди колледж. В честь королевы Хейди назван известный за ее силы дипломатия. Выдавайте что-то дипломатическое. Я, собственно, не против. Тут и изучают они магию гламура, чтобы это не значило иллюзий и заколдовывание. Чар каких-то. Ну, чарующих заклинаний, понятно, да? И что здесь у нас есть? Давайте посмотрим, какие мы можем, собственно, изучать специальности. Ну, я хочу музыку, например. Отчасти музыка, я думаю, тоже в ней есть своя магия. Музыка не только красива для того, чтобы ее слушать, но и может инструктировать и хорошо обучать. Академагия обучает различные инструменты, изучает специально известные песни из иллюмианских историй. Это не совсем традиционная магическая дисциплина, но она важна для изучения песни гламурных песен. Что? Ну, что-то, видимо, такая какая-то особая классификация. Хорошо, ладно. Еще что? Давайте историю станем изучать. И вот что-то действительно магическое, что-то такое. Вот, энчант. Вот, все, оставляем это. Хорошо. Как мы выглядим? Ну, картинка такая неплохая. Мы все же, не забывайте, юный, юный студент, абитуриент. Нам сколько? 11 лет, возможно, как Гарри Поттеру. И, собственно, мы должны выглядеть, соответственно. А у нас выбора всего два. Вот такой вот, немножко какой-то такой затюханный чуть более. И здесь такой радостный, светящийся такой, ну, паинька мальчик. Давайте будем паинькой мальчиком. Проходим дальше. Все. И, собственно, вот здесь вот уже игра начинается. Мы, собственно, здесь и находимся. Мы, пройдя через большой город Миньетта, находимся перед известными воротами Академагии. Последние несколько дней солнце и ночи прошли в движении. В мучительном движении, да? И мы спешили сюда, в спешке двигались сюда, чтобы найти наш новый дом. Большая теплая дверь пахнет приятным. И вид из окна какого-то поля там виднеется. Ну, спортивного поля для атлетических занятий. Мои старые друзья, твоя старая жизнь, все это где-то теперь в другом месте. Ты в Академагии, чтобы изучать магию. Действительно, мы оставляем жизнь где-то там, позади. Мы можем читать здесь это письмо, которое нам послано. Ну, давайте отправимся сначала в школу. Здесь нам сейчас уже это письмо не особо интересно. Вот наши характеристики, все у нас есть и присутствует. И мы должны, собственно, приступать к обучению. Теперь в твоем инвентаре письмо. Ты можешь его прочитать, когда хочешь. Ну, а сейчас самое время начать планировать твой день. Отлично. Так, и что? Действительно, мы должны как-то спланировать свой день? Очень интересно выглядит все это. Так, только игра странно реагирует на мои нажатия. Как будто ей что-то не нравится. Так, игра, давай, не шали. Не шали. Я ведь могу это, как бы, обидеться на тебя. И сразу очень кардинальные меры предпринять. Ну, ладно. Вот мы оставили то, что там планировалось. Все, собственно, прошло на автомате. И теперь должны что-то сделать. Пока ты гуляешь через холлы Академии, после уроков, ты замечаешь что-то, какую-то вспышку огня. Любопытствующее. Ты начинаешь подходить к объекту и обнаруживаешь, что это очень милая серебряная цепь. Похоже. Она очень красивая. Она тяжела в наших руках, когда мы ее пытаемся. Но мягкая, когда прикасаешься к ней. Ты заключаешь, что это ожерелье. Она состоит из бриллиантов, каких-то драгоценных материалов. И, возможно, кто-то ее потерял. Надо ее вернуть кому-то. Оставить здесь можно ожерелье. Можно попытаться, собственно, найти этого владельца. Давайте оставим его. Давайте не будем в это ввязываться. Оставим его здесь, это ожерелье. Все. Хорошо. Пусть оно и выглядит как какое-то очень дорогое, ценное ожерелье. Ты решаешь, что не знаешь ничего о нем. Ну, то есть, как было, так и есть. Оставляешь это кому-нибудь другому. Пусть кто-нибудь другой решает, что с ним делать. Действительно, решаешь в это не ввязываться. Ты не знаешь, кому оно принадлежит. И начинаешь искать владельца его. Может, он рядом где-то здесь. Может, это недавно. Только что сейчас кто-то его оборонил. Ну, и, наверное, в итоге заключаем мы, что кто-то, кто его потерял, явно вернется сюда и найдет его. Оставляем его тут. Вдруг действительно человек знает, где он его оставил. У меня нет, на самом деле, времени и интереса вовлекаться во все это. Все верно. И двигаемся мы дальше. Кнок-кнок-кнок. Кто-то отстучит нам дверь. Тук-тук-тук. То есть, по-русски. Ты только что едва вот закончил складывать одежду. И как слышишь этот стук в дверь? Ну, задаешься вопросом, а кто это там? Кто это так может тебе рано, собственно, нести визит? Ты пересекаешь свою маленькую комнатку, достигаешь двери и спрашиваешь. Да? Кто там? Несколько приветствия нервное слышится за дверью. Привет, говорит женщина. Ага. И, собственно, трясет твою руку. Я Оан. Оан Санг. Я твой наставник. Ментор это наставник, по-моему. Она видит немножко смущенный вид. Как мы смотрим на нее. Она продолжает. Я задаюсь вопросом. Никто ведь не сказал тебе, что я была. Ну-ка. Да, что я должна прийти, да? Никто, собственно, не сообщил, что к нам придет наш наставник. Действительно. Почему это так? Вы трясете головой, типа, ну какого черта? Что-то было в письме, но мы решили его не читать. Действительно. Зачем это нужно, да? Ну все, это сюрпризы, это очень приятно. Она, ну, интеллигентно улыбается. Ну, то есть, понимая, собственно, ситуацию. Понимающая улыбается. Я помню, каково это было. Говорит она нам. Ну, хочет найти с нами сразу общий язык. День перед уроком. Все в своей комнате. Нет, ничего не понимаешь, что происходит. Давай я расскажу тебе. Лучше, как вести себя. Люди, которые приходят сюда, они полны истории. О том, как вещи... Как, собственно, все тяжело здесь. Ну и она, собственно, все рассказывает нам о том, как, собственно, обучаться в этой школе. Как видите, в игре огромное количество текста. И давайте на этой ноте мы все же немножко остановимся. Собственно, мы можем получить примерное представление об игре. Собственно, дальше будет обучение, характеристики. Мы должны будем решать, собственно, делать правильный или неправильный выбор, чтобы получить обучение. И, наверное, в таком духе будет развиваться игра наша. Мы, а точнее, наш ученик Lion Mana Crystal, я надеюсь, вполне себе может здесь достичь успехов. Но, собственно, это уже где-то там в отдалении происходит. А мы оставляем эту игру. Она довольно милая. И, наверное, тем, кому такое нравится, магия, обучение в школе и текстовые вот такие вот... Ну, не совсем даже квесты, а текстовые приключения, она, наверное, хорошо зайдет. Сделана она бюджетненько. Собственно, ничего такого сверхординарного. Но, собственно, на любителя. На любителя. Это мы можем сказать откровенно. И, собственно, если вы готовы читать море тексты и хорошо знаете английский язык, а не как я, тогда, наверное, игра может вам приглянуться. И, особенно, если вы хотели стать Гарри Поттером, то, конечно. Ничего здесь удивительного вообще нету. Ну, а на этом сегодня все. В следующий раз мы сыграем какую-нибудь другую рандомно выпадающую мне игру. А сегодня это была Академагия. Академагия, и мы посмотрели, как эта игра начинается.